Запись нашего вебинара, с одной стороны, для того, чтобы она у нас сохранилась для отчета, с другой стороны, для того, чтобы прислать участникам сегодняшнего вебинара, если не будет необходимо пересмотреть еще раз то, о чем мы сегодня говорили. У нас сегодня Сергей Строителев. Сергей живет и работает в Санкт-Петербурге. Правда, я неправильно сказала, работает он по всему миру вообще. И, наверное, если была возможность полететь на Луну, уже прямо сейчас Сергей был бы в первых рядах. Не только среди фотографов, но и вообще в первых рядах среди обыкновенных людей, не космонавтов, которые бы полетели туда. Сергей начал снимать онлайн в апреле этого года, когда началась первая волна пандемии. И за это время уже подготовил около 20 историй для СМИ. Это социальные истории. Мы с Сергеем только что обсуждали, что реально до недавнего времени мы думали, что социальные проекты невозможно никак снимать, нужно погружаться, по которым нужно встречаться, с которыми нужно знакомиться, нужно сживаться, проживать их жизнь и так далее. Но времена меняются, выставляют нам новые требования и вызовы, и мы вынуждены находить какие-то решения. Я считаю, что Сергей как раз-таки тот человек, который такие решения нашел. Сергей, передаю тебе слово. Можешь рассказать о себе более подробно, чтобы не было просто фотографы из Санкт-Петербурга, которые снимают социальные проекты. Ну, передаю слово тебе. Да, всем привет. Ну, меня уже немножко представили. Действительно, из Санкт-Петербурга, действительно, занимаюсь в основном социальными темами. Ну, наверное, 80% моей практики посвящено каким-то сложным социальным вещам, начиная от расизма. Книжка у меня выходила, называлась «Цвет насилия», посвященная проблеме расизма в России, онкозаболевания, дискриминация на почве всевозможных болезней, миграция, проблема консумеризма, вот, через излишнее потребление мусора и так далее. То есть, ну, вот, меня вот такие вот вещи интересуют, ну, потому что я считаю, что хороший социальный проект, он способен что-то поменять, он способен воздействовать на аудиторию каким-то таким образом, что будет, ну, двигать какие-то, служить, ну, триггером каких-то перемен, да, вот. Я в это искренне верю. Некоторые, как бы, мои старшие, более коллеги, они так немножко цинично к этому относятся, и говорят, что, к сожалению, это не так, и что фотография развлекает. Я думаю, наоборот, я даже уверен в этом, ну, потому что были у меня на практике такие вещи, когда мои проекты переубеждали людей, мои проекты как-то меняли ситуацию хотя бы немножко. Вот, собственно говоря, сотрудничаю с российскими изданиями, с зарубежными изданиями, работаю с онкошками, российскими и зарубежными тоже, в основном вот в Юго-Восточной Азии и в России. Вот, собственно, как-то так, про себя немножко рассказал. Сейчас открою свою шпаргалочку, чтобы... Да, теперь уже к теме будем переходить, съемка фотопроектов онлайн. Да-да-да. Теперь будешь раскрывать секреты, про себя рассказал. Да, смотрите, сначала я немножко поговорю, чуть-чуть буквально, обрисую ситуацию, потом на примере вот моих съемок онлайн, но более как бы углубимся в тему, и если у вас будут какие-то вопросы по ходу, вы, пожалуйста, их задавайте, чтобы у нас была какая-то открытая дискуссия. Но если что-то непонятно, вы там либо пишите в чат, что хочу спросить, либо прям включайте микрофон и задавайте вопрос. Ничего страшного, если мы будем прерываться. То есть мы можем перебивать себя, Сергей, своими вопросами, да? Да-да-да, можете спокойно это делать. Давайте договоримся так, вы можете оставлять вопросы в чате, но если это такой вопрос на уточнение, который нужно срочно задавать, тогда задавайте голосом, только чтобы не получилось, что это делать все вместе. А вопросы, которые аккумулируются в чате, я потом просто озвучу, Сергей, мы выделим какие-нибудь 5-10 минут в середине нашей встречи и в конце, чтобы ответить на все вопросы. Да, можно даже дополнительно сделать, задержаться. Ладно. Так, смотрите, вначале что хотел вам сказать, что съемка онлайн – это не новаторство. Она существует уже очень достаточное количество времени. Почему? Просто когда появляются какие-то вещи, возникают какие-то явления, ну, даже видеосвязь, скайп, ну, вот эти вот возможности дистанционного видеообщения, то, конечно, художникам это интересно переосмыслить каким-то образом по своей художественной практике. И был, я помню, очень-очень давно снят проект про мигрантов, которые уехали на чужбину и скучают по родине. И просто художник, я не помню, кто это снимал, девочка или мальчик, созванивались с этими мигрантами, созванивались с этими мигрантами и снимал их вот через видеосвязь. Только там был видеопроект. Это был не фотопроект, это видео был проект. И вообще, как бы, ну, вот эти вебки, да, камеры видеонаблюдения – это тоже достаточно уже давно существует. И вот на одном из своих выступлений онлайн, недавних, вот Андрей Поликанов, наш самый главный редактор российский, визуальный директор портала «Такие дела», с которым я очень часто сотрудничаю, он сказал, что вот мы где-то там в начале двухтысячных вместе с черно-белыми фотографами типа Стэнли Грина на каком-то фестивале увидели подобную съемку. И мы просто смеялись над этой съемкой, потому что мы думали, что у этого никакого будущего нет. Но, смотрите, Андрей Поликанов сейчас очень активно публикует онлайн-съемки. Посмотрите, как поменялось время. Просто тогда, вот тогда, когда это разово использовалось, да, как некий какой-то художественный эксперимент с новой формой, это никто не воспринимал как что-то такое серьезное, как нечто, что войдет в нашу повседневную фотографическую практику. Что-то, у чего есть будущее. Будущее существует. Но оказалось, что у этого есть будущее, которое является нашим настоящим сейчас. Смотрите, с чего все началось. Марина очень правильно сказала, что все началось с вот этого объявленного карантина, когда мы были помещены таким силовым, наверное, способом в условии изоляции. И, ну, первое, наверное, что пришло в голову нескольким фотографам, это снимать через скайп. Я как бы был одним из них. Еще существовало, ну, и существовало еще несколько человек, которые начали это практиковать. Тогда их можно было пересчитать по пальцам. То есть это там Мария Ионова-Гридина, это Алена Агаджикова, это Мария Гельман. Правда, у нее не так много таких съемок. Несколько, но тоже очень удачных. Вот, и это стало как бы единственным способом приблизиться к героям. Да, вот мы сидим на изоляции, мы сидим, пережидаем, пока закончится эта изоляция, и как проникнуть героям? Ну, посредством видеосвязи, естественно. Вот, и, конечно же, это было прекрасным способом художественно подчеркнуть дистанцию между людьми. То есть это еще и добавляло вот эта съемка, да, низкое качество этой съемки очень часто, вот эти пиксели на экране, они добавляли смысла. Ну, как бы еще один, как это называется, слой смысла, да, в вашу историю, в нашей истории, что вот существует такая дистанция между людьми, вот это единственный способ общения, единственный способ какой-то коммуникации. И сначала редакторы относились очень-очень осторожно к таким вещам. Они, ну, как и фотографы, тоже прощупывали почву, смотрели постепенно, что там публикуется в Фейсбуке, присматривались, так сказать, к съемкам. Вот, а в Фейсбуке происходило очень много, конечно, всевозможных казусов и абсолютно адских вещей, допустим, со стороны консервативных фотографов, которые привыкли к каким-то своим наработанным визуальным шаблонам, снимающим из года в год одинаковые истории, они, конечно же, восприняли это все в штыки. То есть это воспринималось как предательство профессии. Я, конечно, не буду сейчас называть имен, но такая онлайн-съемка, она подверглась адской критике просто со стороны представителей более старшего поколения репортерского документального цеха. И, смотрите, такие вот истории, в начале, которые публиковались на протяжении апреля-марта, вот когда издания уже присмотрелись к тому, что выкладывали фотографы в Фейсбук, апрель-март-май и кусочек июня, наверное, все эти истории были посвящены исключительно ковиду. То есть это все было про ковид. Это были переболевшие, заболевшие, медики, люди на изоляции и так далее. То есть все это было исключительно на пандемическую тему. Но после, самое интересное происходит после, когда все уже поохладели к теме вируса и привыкли жить в этих условиях, зум-съемки стали брать на темы, которые вообще к вирусу не имеют вообще никакого отношения. То есть тема буллинга в школе, тема возрастной дискриминации, тема аллопеции. Это все темы, которые я снимал онлайн, но, понятное дело, к вирусу они вообще никакого отношения не имеют. То есть вообще проследите, какая вот трансформация произошла в головах у редакторов. Редакторы издания поняли и приняли правила этой игры. Понимаете, да? То есть они поняли, что это работает, что эти истории работают, и они вышли за рамки пандемической истории. Понимаете? И они публикуют, издания публикуют теперь истории, снятые онлайн. То есть это не какие-то единичные случаи, а это моя постоянная практика. То есть я снимаю постоянно онлайн, и постоянно эти истории выходят. Чему я удивляюсь до сих пор на самом деле. Смотрите, почему издания решились вот на такой шаг. Для них это достаточно удобно, как мне кажется, потому что, во-первых, сокращают сроки работы над историей. Из географии проще. Понимаете, да? То есть, допустим, если ваши герои разбросаны по всей России, и вам надо там, допустим, съездить в Магадан, в Калининград, в Москву, в Апсков, сколько вот у вас времени это займет, я смогу это за один день сделать. Я смогу им позвонить и снять их за один день. Вот. И сейчас вот, я не знаю, есть ли среди вас представители более возрастного поколения, но если есть, наверное, полетят сейчас камни, но при звуке полетели однажды. Вот. Но это факт. То есть, я могу реально созвониться, 2-3 часа работаю над портретом онлайн, и я могу все эти места посетить за один день. Ну, чисто теоретически. Ну, за два хорошо. Это на самом деле, ну, это удивительно, да, то, что сейчас происходит, и, в принципе, издание, издание тоже понять, понять можно. Да, ну, это тоже немножко денежный вопрос, как бы, если, например, издание утверждает тему, то придется вас поотправлять по этим городам. А так получается, что немножко есть экономия, финансовых средств, и так же, и, ну, просто выгоднее получается. Ну, и так же изменяется сознание ваших героев. Да, вот то, что я говорил вначале, особенно тех людей, которые входят в группу риска, они, ну, как бы, понимаете, да, то есть сейчас достаточно опасное для них время. Да, допустим, если вы работаете на такой-то теме, посвященный, ну, допустим, работаете в хосписе, или, допустим, с онкобольными, да, ну, это просто пример из моей практики, что люди вряд ли сейчас захотят с вами встречаться. Они, конечно же, сочтут необходимым отказаться от съемки, чтобы не подвергать себя опасности, потому что вы можете быть источником вируса. Они либо откажутся, либо, ну, вот у вас есть шанс, возможность предложить онлайн-съемку, собственно говоря. И есть в этом некоторые плюсы, некоторые минусы. Конечно же, минусы в том, что вот создается огромное количество, как бы, массово светочных прецедентов, да, и когда вот появится очень большое количество съемок онлайн, герои потом у вас могут спросить, а зачем вам ко мне приходить? Вот смотрите, онлайн истории выходят. То есть в этом есть как бы некая загвоздка, да, тоже. Вот если эти истории начнут массово выходить, если вот сейчас там будет вторая, третья волна, я не знаю, что нас ждет в будущем, если прямо вот начнет массовая публикация, люди просто начнут смотреть, а зачем вам ко мне домой идти? Вы же можете онлайн снять меня, посмотрите, вот есть такая вот история, я видела, есть вот такая история, я видела. Вот, тоже вот эта палка двух концов. Как раз вот я участвую в создании таких прецедентов. Вот, но время покажет. Сейчас пока это, вот мы сейчас живем в ситуации, непонятно, да, то, что будет в будущем, потом сможем это, наверное, как-то проанализировать спустя какое-то время. И сейчас онлайн съемка, она может быть абсолютно любая, да, то есть это может быть assignment издания, это может быть какой-то fundraising, как в таких делах, да, мы снимаем героя для какого-то фонда, который собирает деньги для лечения людей, например. Либо это может быть вообще коммерческая бьюти-съемка. Правда, я ее не практикую, да, это практикуют другие люди. Сейчас уже я не знаю, но вот можете посмотреть, Константин Челабов снимал бьюти-съемки через FaceTime, и Алена Агаджикова снимала тоже коммерческие съемки, ей платили просто вот, ну, какие-то модели, им нужны были картинки для аватаров, для портфолио, вот она вот этим занималась. Сейчас я не знаю, снимает или не снимает. Так, смотрите, сейчас я рассказал, да, про вот некую такую трансформацию к отношению онлайн-съемки со стороны редакции, со стороны героев. Вот, если есть какие-то сейчас вопросы, то можно обсудить, если нет, тогда я перехожу к следующей части. Она тоже будет разговорная, но, собственно говоря, недолго, недолго я буду. Ну, хорошо, я тоже еще раз повторю вопрос. Есть ли вопросы у вас? Можно задавать голосом. Можно включать микрофон. Я просто не знаю, это будет дальше или нет. Как это выглядит практически? То есть мы скриним экран или с фотоаппарата стреляем вперед? Марк, это все будет, это все будет. Это все, сейчас я все это расскажу. Да, мы с Сергеем говорили о такой практической совершенно ориентации, да, то есть что мы будем говорить, как это делать вообще реально в жизни. Ну, пока вопросов, значит, нет. Если, друзья, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чате, чтобы они не потерялись и не забылись. Вот, идем дальше, Сергей. А тогда можно еще вопрос? Да, конечно. Насчет отношения. Люди в России реально боятся, что фотограф придет к ним? Или, ну, просто такая тема про то, что снимите нас лучше онлайн, а не физически? Нет, сейчас этого не происходит, безусловно. Я, никто такого сейчас, конечно же, не говорит. Но я имею в виду, что сейчас создаются прецеденты в массовом, в большой массе онлайн-съемок. И люди, насмотревшись, зрители, насмотревшись эти, ваши потенциальные герои, насмотревшись этих онлайн-съемок, вам могут потом сказать, что вот, смотрите, снимают историю онлайн, зачем вам ко мне идти домой? Ну, допустим, такой вариант возможен, я его не исключаю. Вот я к чему говорил. Нет, люди в России не боятся приглашать к себе домой, ну, если только за исключением только людей, входящих в группу риска сейчас, во время пандемии. Ну, это тоже можно понять, да? Это нормально. Так, ладно, спасибо за вопросы. Давайте тогда немножко про специфику съемки расскажу, а потом будем прямо на примерах смотреть, я буду показывать свои работы и будем их обсуждать. Смотрите, как происходит такая съемка. Мои истории в основном это портретные серии, в которых принимает участие там 8-10 героев. Я считаю, что для такого некого материала, для некого объема, для материала этого достаточно. Героев я ищу, как и для реальной съемки, через какие-то некоммерческие организации, которые занимаются вопросом, да, и через соцсети, да, если некоммерческие организации, помочь мне не в состоянии. То есть я делаю какие-то посты, и 1, 2, 3, там, могу 10 сделать, если не получается найти. Вообще везде, там, в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке, и пытаюсь как-то через с помощью сетку своих друзей найти необходимых мне героев. Так, смотрите, далее, собственно говоря, мы... Сейчас, секундочку, я просто пытаюсь открыть программу, где будем показывать... Секундочку. Да, открыла столько окошек, что не можешь найти? Нет, я просто ищу. Так, не окошки, а... Моя лекция... Сейчас, сейчас, сейчас... А, вот, онлайн. Так, ага, все, готово. Открыл? Ладно. Ты открыл, но ты хотел продемонстрировать нам это. Да, это будет через... Это будет минуту позже, я все помню. Хорошо. Так, смотрите, потом... Ну, допустим, нашли необходимых героев, да, по своей теме, определились с темой, ну, как обычно, как в реальности мы работаем. Нашли героев. И, собственно говоря, как с этими героями договариваться? То есть вы им сразу озвучиваете, что съемка по видеосвязи, они, конечно же, это не читают, не понимают, то есть это все множество раз переспрашивается. Когда вы придете, а как вы приедете, когда вы прилетите, вот, хотя все это я пишу сейчас уже коапслоком, но в любом случае, даже при этом условии не всегда это прочитывается. Вот. Герою объясняйте, как это работает, и, собственно говоря, с ним созваниваетесь, выбирайте только главную программу, да, либо я снимаю через Zoom и через Skype. Смотрите, в Zoom очень часто могут быть проблемы со звуком. Я столкнулся с этим на своей практике, и если вы собираетесь практиковать съемку онлайн, я вас об этом предупреждаю, что огромное количество героев вначале у меня сорвалось из-за того, что в Zoom бывают проблемы со звуком. То есть перед тем, как созваниваться с героем, попросите его, чтобы он установил Skype. А срываются почему съемки? Потому что человек кладет трубку просто, звука нет, Skype у него не установлено, времени у него нет, все, герой попадает. То есть, когда у него будет из Zoom Skype, у вас есть сразу варианты. Давай на Skype. Я вас вот просил вчера установить Skype за день до съемки, допустим, и давай в Skype перейдем. В Skype вообще ни разу проблем со звуком у меня не было. И, собственно говоря, качество изображения будет точно такое же, как и в любом другом видеочате, потому что все зависит от фронтальной камеры вашего героя. Вот, собственно говоря, смотрите, теперь расширю экран и покажу, как это происходит. Марина, спасибо за вопрос, я вижу его в чате. Я работаю с такими делами, с «Огоньком», с «Лентой», с «Медузой», с... кем там еще? Ну, почти со всеми, наверное, зданиями я сотрудничал, которых вы знаете, которых вы слышали в России. Мне кажется, я чуть не припомню здания, где не публиковались мои работы. Ты же еще с какими-то международными организациями тоже сотрудничаешь. Да, я работаю с «Красным крестом», работаю с врачами мира, с испанской организацией. Вот, ну, как-то... Ну, я фрилансер. Я работаю с кем придется, как карта ляжет. Ну, там, за редким исключением я отказываюсь с кем-то работать, потому что это противоречит моим принципам. Но это происходит довольно легко. Так, сейчас, подождите, вы меня отвлекли. Я... Ну, это не страшно. Так, вот смотрите, расшарил экран. Смотрите, как это происходит в реальности. Герой сфотографировал просто вот, собственно говоря, процесс. Мама героя сфотографировала процесс. Вот я, компьютер — это я. На тумбочке, видите, на стульчике. А вот мой герой перед компьютером на себе. Вот таким вот образом это происходит... Вообще, дикость, на самом деле. Это можно вот проиллюстрировать вот этим кадром какую-то конечную статью про будущее фотографии. Да, вот. Но это уже, это, блин, это реальность уже. Все, это наша реальность, в которой мы живем. Это, на самом деле, вот такая вот вещь. И вот так каждая съемка, да, то есть это так осуществляется, таким вот образом каждая съемка. И вот таким вот образом я существую уже на протяжении там порядка там 9-10 месяцев. Смотрите, на фотографиях, которые я вам показывал, там компьютер, да, но вы можете использовать мобильный телефон, ну, то есть за день, когда вот с героем вы договариваетесь, вы говорите ему, чтобы он либо зарядил компьютер без шнура, чтобы он был, либо с мобильного телефона он с вами созванивался. Почему так происходит? Чтобы быть, ну, чтобы быть мобильнее, чтобы вот можно было компьютер, допустим, двигать, да, менять ракурсы и так далее. Потому что, если это будет какой-то стационарный ком с веб-камерой, да, которая вот прифигачена сверху на монитор, то это будет все с одного ракурса снято и, конечно же, такую историю у вас никакое издание не возьмет, потому что издание берет какой-то отбор с какими-то многочисленными ракурсами, чтобы был выбор, да, чтобы можно было выбрать и построить из этого какой-то нарратив, какую-то какую-то визуальную историю. Собственно говоря, вот это очень важный момент, да, чтобы вот комп был заряжен, ноутбук точнее, или это был мобильный телефон, тоже заряженный мобильный телефон, чтобы, ну, с мобильного телефона проще, то есть можно играть ракурсом, да, наклонить там как угодно и так далее. Ну, увидите сейчас, пример я буду показывать, проиллюстрирую, например, лучше так будет. Смотрите, я снимаю, вот Марк спрашивал, чем снимается, я снимаю фотокамерой, то есть я беру свою камеру, вот у меня Fuji камера моя, я снимаю экран своего монитора, я снимаю то, что мне показывают герои, через свою фронтальную камеру. Здесь очень важный тоже есть момент, чисто технический, который, которым я хотел бы с вами поделиться. Экран должен быть чистый, ребят, я просто, мои первые съемки трэш, там пыль, там клавиши клавиатуры отпечатанные, вы все это увидите, это все было опубликовано, самое смешное, но я редактору сказал, что я специально сделал так, типа, чтобы как бы, ну, артефакты экрана, грязь экрана сохранить, типа, чтобы показать, насколько люди далеки, вот с помощью вот этих артефактов экрана, артефактов зума. И редактор мне поверил, но я вам по секрету скажу, что это просто, ну, как бы было то, на что я не обратил внимания, а я вот с вами делюсь, протрите экран тряпочкой перед тем, как фотографировать, иначе у вас будет запорта съемка и ну, дальнейшие проблемы с вашими фоторедакторами. Посмотрите, что касается времени съемки, то я снимаю 2-3 часа каждого героя, это очень мучительный процесс, то есть это крайне мучительный процесс для меня и, собственно говоря, и для героя тоже, потому что вы снимаете с помощью его фронтальной камеры, он является ассистентом вашей истории, понимаете, да, то есть человек, который не имеет никакого отношения к фотографии, а иногда он и физически так, ну, как бы не особо здесь способен, он должен по вашей просьбе двигать свой девайс, должен двигать, чтобы удовлетворить ваши художественные изыски, понимаете, вот, но, как бы, героя надо об этом предупредить, что это довольно долгий, довольно сложный процесс, но если герой хочет, чтобы его историю рассказали, как бы вам через это нужно пройти вместе, вот, как бы, ну, героя своего, проведите через это, да, здесь очень важный момент, вот, в работе с героем, ни в коем случае не срывайтесь на людей, у меня было два таких случая, когда люди просто, ну, не отключались, они сливались, да, то есть они говорили, что мне пора, но они просто не выдерживали вот этого психологического напряжения, то есть, ну, допустим, если человек, который особо не разбирается в ракурсах, в фотографии, вам, ну, там, на сантиметр не так подвинул телефон, и вас ракурс не устраивает, не надо на него кричать, нервничать, то есть помогите ему сделать кадр, на это уходит какое-то время, да, возможно, вы начнете закипать, у вас начнется какое-то, что вы не можете, понимаете, сами подвигать эту картинку, да, очень хочется ее вот так вот подвигать, а вы не можете, может только ваш герой, который не всегда понимает то, что вам нужно, вот, ни в коем случае не срывайтесь, это вот определенный психотип для этого, нужен для этой работы, нужно быть спокойным, все делать размеренно, к этому надо подготовиться, то есть, ну, как бы быть в спокойном таком дзеновском состоянии. собственно говоря, из приемов, которые вы можете использовать при онлайн-съемке, это, конечно же, только вам в плюс, да, то есть, если вы отходите от каких-то традиционных языков визуальных и начинаете экспериментировать с длинной выдержкой, с какими-то пересветами, с какими-то, не знаю, там, постобработкой с какой-то, да, которая тоже будет очень в тему, это все прям, будет очень круто и вам будет только на руку, это, ну, покажет какое-то ваше разнообразие в использовании инструментария и, ну, просто будет очень здорово смотреться. Да и к тому же, если вы, очень важный момент, если вы используете короткую выдержку, то есть, если вы пытаетесь снять резкие картинки, то очень часто вы снимаете, вот, как раз экран, вы же снимаете поверхность экрана, то есть, если короткая выдержка, то будет видно прям все, все дефекты вашего экрана, все, 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 включая там вот эти вот полосочки, потертости и так далее, то есть, ну, делайте выдержку подлиннее, это будет прикольно смотреться, размозилу какое-то такое можно сделать, да, иногда, и плюс это будет, придется потом заниматься ужасной постобработкой, собственно говоря, да, что касается постобработки, ребят, тоже здесь попробуйте плагины, если будете экспериментировать с лайн-съемкой, напишите мне в личку, я на фейсбуке доступен, я вам прям все поскидываю, вот есть эмуляторы пленки, там, которые зерно прибавляют, которые там, это игру, понимаете, вот серьезными фото-журналистами это воспринимается как несерьезными, даже возрастными такими матерыми, это воспринимается как игрушки, все эти плагины, там типа alien exposure, ник software, да, но это, здесь это только в плюс, это только в плюс использовать какую-то такую, вот эти вот фильтры, плагины, наложения и так далее, конечно, важно понимать, что это нереальная съемка и такого же качества не добиться, то есть ни в коем случае не надо пытаться добиться такого же качества, как в реале, это просто глупо, на это надеяться и это, ну, это точно мимо, вот, ну и воспринимайте все это как опыт какой-то, который вам дарует наше сложное время, в которое мы живем, оцените этот опыт, мне кажется, он вам очень пригодится, вот, и все время очень важно делать что-то новое, понимаете, если вы там, например, 10 лет делаете одно и то же, там, например, каждый год, да, то ваш опыт равен году, ну, понимаете, о чем я, да, вот, а новый опыт это какой-то, ну, прогресс какой-то в профессии, там, не знаю, попробуйте, может вам так понравится, что начнете там изобретать что-то новое. Вот, собственно говоря, если есть какие-то вопросы по специфике именно съемки, которые я обрисовал в общих словах, задавайте сейчас, потому что после мы начнем рассматривать уже проекты. Ты перед съемкой как-то выясняешь у человека, что у него за камера есть? то есть, допустим... Да, да, очень хороший вопрос, спасибо большое, Марк. Я, конечно, спрашиваю, какая у вас фронталка, сколько мегапикселей? Это, конечно, ну, такие вопросы, да. И мы выясняем, где лучше, там, на компе, либо на телефоне, и исходя из этого уже планируем, то есть, очень важно за день контактироваться с человеком и попросить установить два программы, если нет, Skype, Zoom, и выяснить, ну, как бы, точно четко, с чего он будет сидеть, да, с какого девайса он будет с вами общаться, и чтобы он был заряжен. Вот, ну, чтобы вы не пролетели, как я там, потому что, я все на своем опыте только постигал, ну, а кто тут объяснит, кто тут расскажет? Тут это все, как бы, ну, вот, сейчас все это формируется, и вот сейчас я вам рассказываю о мне, вот, некому было рассказать. Так, вопрос с Дашей, да, герой снимает с рук, спрашивает Даша. Да, я снимаю с рук, конечно же, снимаю с рук. А что, можно со штатива снимать экран? Это мне сложно представить. Даша спрашивает, герой снимает с рук. А, ой, хороший вопрос, спасибо большое. Да, герой ставит, да, герой ставит, герой ставит свою камеру на какой-то, какой-то упор. Это может быть все, что угодно, стул, полочка. Кстати, это могут быть родственники героя, которые могут поддержать камеру. Это могут быть, да, все, что угодно. Ну, намного реже, конечно, это какой-то, монопод или трайпод, потому что не у всех он есть. Да, и вот что у моих героев такие вещи отсутствуют. Поэтому, конечно же, все, что угодно приходит в действие. Вообще, все, что угодно. То есть, когда крупный план мы снимаем, герой может держать телефон. Вот так. И вот так я его снимаю. Сейчас я покажу, я начну показывать. у вас появится намного больше вопросов, я думаю. Итак, ну, поехали тогда. Сережа, еще есть один вопрос, может быть, ответим на него. У вас есть чек-лист подготовки, и что со светом? Даете рекомендации? Ой, смотрите, конечно, со светом мы работаем так же, как и в реальной жизни. То есть, если вы хотите какой-то там рембрандтовский свет, то садитесь своего героя боком к окошку и делайте боковой свет. Если вы, я, понимаете, я все это прошел через это. У меня есть и такие истории. У меня есть истории, где герои светили на себя лампой в темноте. Конфиденциальная при том история, которая посвящена буллингу в школе. Вот. Увидите. Давайте я начну показывать, и вы увидите, что там со светом. Со светом может быть все очень плохо. Вот. Из-за того, что, например, у героя, например, очень плохой телефон и очень плохая интернет-связь. Вот. И свет, и качество, и все будет просто ужасно. Ну, как бы тоже можно из этого как-то вывернуться, да, и выйти из этого положения. Так, ладно, сейчас буду показывать вам свои истории, которые я снял онлайн. Так. Поехали. Вы видите, да, экранчик моего компьютера? Да, видно. Ага, ну, смотрите, помните, да, что я говорил в начале, сначала публиковали исключительные истории, посвященные коронавирусу. И первая история, на которой я прощупывал эту почву, она была посвящена людям, которые сидят, которые решили самоизолироваться до объявления карантина официального. То есть, они сами сели на изоляцию, ну, сознательно. вот, потому что я так же поступил, я решил снять таких же героев по Zoom и по Skype. Это как раз вот из съемок, где я немножко снял дефекты своего экрана. Смотрите, я просто снимал как придется, да, то есть, я не знал, как лучше поворачивать, думал над горизонталью и вертикалью. это прям был первый-первый опус вот этого, собственно говоря, стиля, вот этого инструментария. Вот, смотрите, вы можете прям лицезреть вот этот брак. Видите, вот квадратики, вот где лошадка, там квадратики от клавиш отпечатались. То есть, у меня очень старый ноутбук и, собственно говоря, когда он закрывается, наверное, клавиши впечатываются в экран и получается вот такой интересный эффект. Ну и, конечно же, царапина тут все видно, да, собственно говоря. Но вот это сыграло, в принципе, плюс, да, потому что я же оставил еще на экране значки скайпа, да, и редактор, в общем-то, принял эту работу и был даже, ему очень понравилось, да, потому что вот эти все, собственно говоря, дефекты, артефакты экрана, вот эти вот значки скайпа, они как раз еще больше играли на идею, да, то есть на идею вот этого, вот этой вот дистанции между людьми, да, то, что вот общение через программу, через грязный экран монитора, да, единственный способ достичь, дозвонить, ну, как бы пообщаться с людьми, какую-то коммуникацию поиметь, и это хорошо сработало на идею, собственно говоря, и вот были такие, собственно говоря, герои, у которых я еще брал интервью, то есть, помимо фотографий, еще очень бы хорошо брать интервью у людей, это только вам в плюс, ну, мы на логике героев записывают, да, вот, я, собственно говоря, специальную мышку на экране оставлял, да, чтобы еще больше гиперболизировать это, это, это дистанцию, да, необразовавшуюся. Вот, ну, вот, смотрите, вы вот про свет спрашиваете, да, ну, вот какой тут свет, да, тут все, тут все довольно достаточно плохо, да, со светом, вот, но, это, это сыграло мне на руку, да, в тот момент, и Village достаточно большое издание, да, и они взяли эту съемку, одной, вот, одни из первых, кто, кто решился опубликовать эту историю, такую историю, да, снятую через, эту через скайп. Здесь получше со светом, потому что, напротив героя была кошка, то есть, всегда думайте, да, о том, где вы работаете с героем, да, то есть, когда вы созваниваетесь, попросите, чтобы он вам показал помещение, это, кстати, вот это очень важно еще, созвонились, попросите, чтобы герой показал вам помещение, чтобы он экскурсию вам провел по, по его хоромам, и вы посмотрите, где лучше его посадить. Смотрите, это, ребят, это не репортерство, это чисто постановочный жанр, в котором вы выступаете как режиссер. То есть, если вам нужно, чтобы герой сел, куда вам нужно, вы попросите его, пожалуйста, об этом. Это портреты, и портреты очень часто, они почти везде, они постановочные, автор работает с героем, автор работает со светом, и также точно и онлайн. То есть, вот, кстати, этот аспект, он очень бесил людей из более возрастной группы репортерского цеха, что это все постановка. Да, и что дальше? От этого как бы ничего абсолютно ровным счетом не меняется. Также точно в реальности фотографы работают с героями, просят где-то посидеть, куда-то посмотреть, как-то и так далее. Неужели вы будете снимать портрет, если вы пришли к герою, договорились, в реальности, он в темном углу сидит? И там, допустим, ну вот, вы неужели вы его не поднимете и не попросите пересесть там, где посветлее? Ну, хотя, возможно, это ваша задумка такая, снять потемнее, но, ну, допустим. А вот смотри, во время этой экскурсии, когда там герой показывает тебе, допустим, свою квартиру, и он такой, опа, у меня тут на столе бардак, ты сюда не смотри, быстро камеру убирает, а тебе и нужен этот бардак, как ты его уговариваешь? Ну, смотри, тут надо как бы, ну, все-таки, а зачем тебе бардак? То есть, если он тебе прям нужен очень сильно, то скажи, что, попроси там не убирать помещение, скажи, что тебе нужно, да как в реальности. Нет, ну, тут не имеется в виду бардака, в том смысле, что, ну, так как герой сам управляет камерой, то многие люди, ну, когда ты там вместе, допустим, вы в квартире, ты там снимешь это, а он тебе не покажет там, просто не будет это тебе показывать. Ну, здесь, да, здесь как бы, это вообще интересная, кстати, тема для фотопроекта, то есть, вот этот вот онлайн мир, когда там люди бывают, ну, допустим, там смешной был сюжет, может быть, помните, в СМИ там какой-то ведущий в трусах сидел, помните, возможно, да, но это же, ну, как бы нормальная тема для онлайн, да, но вот человек тебе показывает то, что он хочет тебе показать, он тебе покажет, допустим, кусочек какой-то своей квартиры и кусочек своего там, например, физиономии своей, и все, на этом ограничится, но здесь, здесь как бы сугубо индивидуально все, то есть, есть люди, которые наотрез отказываются показывать что-то лишнее, а есть люди, которые соглашаются, ну, там, ты им, например, говоришь, что это, это не бьюти-съемка, это съемка про жизнь, и они, ну, окей, ладно, там, типа, только подфотошопьте чуть-чуть, уберите там на стеночке царапинку, ну, ты им говоришь, да, да, хорошо, но на самом деле, люди, которые в реальности-то, они же, если не хотят бардака, чтобы вы снимали, они же просто возьмут и уберут свое помещение перед вашим приходом, и вы не увидите этого бардака, и вы его не снимете точно так же, то есть, здесь, как бы, понимаете, это такой сложный момент, ну, как повезет, здесь уже карта ляжет, то есть, здесь никакой схемы нет, это все зависит от вашей коммуникации с героем, вот, мне кажется, что вот это вот моя студентка, Женя Ефремова училась у меня, и мне кажется, вот ее съемка получилась у меня наиболее удачной, здесь прям со светом неплохо, работа неплохая со светом, вот это мне картинка нравится, где мышка у нее на голове, и она йогу делает, ну, прям вот, ну, прям вот неплохо получилось, я считаю, и можно даже, в принципе, подумать, что это снято в реале, хотя, ну, зачем так думать, ну, что такой достаточно удачный свет, здесь вот мне нравится этот колесико, тоже специально его оставил, как будто грузится экран, вот, ну, вот тоже думайте над этими вещами, пытайтесь тоже их осмыслить, может быть, будете их использовать, вот, прям все, артефакты, все, пиксели, вот это вообще трэш, посмотрите, вот это просто, просто вышка, вышка брака, вот, ну, прям вот вообще все, 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 что можно отпечаталось, и вот такое вот вышло, виллечь, да, ну, в принципе, забавно, да, достаточно, вот это что-то случайное у меня получилось, там, я включил длинную выдержку, как-то там начал там, и у меня получилось это случайно, вот, такая история, собственно говоря, это первое, да, то, что я сделал, самое-самое первое, то, что вышло в СМИ, по поводу коронавируса, онлайн-съемки и так далее, давайте покажу вам следующее, я уже начал пытаться забрасывать удочки в другие здания различные, и они, на мое удивление, начали отвечать положительно, имея уже какую-то съемку, уже какое-то понимание, как это происходит, я начал пытаться в печатные здания все это пролоббировать каким-то образом, и мне, собственно говоря, дали задание из Коммерсанты, из журнала Огонек, снять историю про изолированных людей, только не в Москве и Петербурге уже, а по всему миру, но почему бы не расширить географию, если у нас зум-съемка, какая разница, там, Япония, Австралия, Париж, если ты созваниваешься, то почему бы и нет, тогда как раз много стран очень было закрыто на карантин, и, собственно говоря, по скайпу сделал такой же точно проект, как VILLAGE, только там было намного меньше фотографий, то есть на каждого героя по одной картинке и монолог, и самое интересное, самое ценное в этой истории, что она вышла в печати, представляете, то есть онлайн вышел в печатном журнале. Для меня это было вообще настолько удивительно, и я просто подумал, вау, блин, ну это реально что-то происходит в головах у редакторов, если такие вот вещи случаются, это что-то удивительное началось, мы что-то видим на пороге какого-то чего-то там нового, прям я вот так думал, ну просто понимаете, да, онлайн фотография, ну, онлайн издание, да, хорошо, онлайн фотография, печатное издание, это уже что-то такое странное, да, какой диссонанс у меня, если честно, возник. Вот, ну и, собственно говоря, такие же точно герои, сидящие на изоляции, только из разных стран мира. Вот Нью-Йорк, допустим, а, ну вот Санкт-Петербург, опять, опять значки скайпа, опять мышка, да, специально оставленные, да, специально оставлял. Италия, Испания, Флоренция, вот, пожалуйста, героиня решила таким вот образом позировать вместе с бутылками вот какого-то средства для мытья. Вот, конечно, такая съемка требует знания английского языка, но здесь мне, наверное, не надо вам давать рекомендацию владеть английским языком, здесь и так все понятно, да, что это будет вам только плюс. Это Нью-Йорк, это Финляндия, все, вот такая история. Да, вот просто она интересна и важна для меня тем, что это первый мой прецедент выхода онлайн-истории в печати, но она на самом деле мало чем отличается от первой истории, которую я показал, да, по качеству. Она чуть лучше, безусловно, потому что она уже более осознанный использованием этого инструментария, потому что первая совсем хаотичная была, ну, прям вот вообще хаос полный, вот, то это уже более такое, да, более что-то такое интересное, визуально. Смотрите, ну, и дальше я пошел по этому пути, и дальше меня понесло, мне понравилось, и для новой газеты я сделал историю про то, что дети думают о коронавирусе. Смотрите, здесь будет интересная очень штука, достаточно удивительная, как мне кажется. Да, по поводу работы со зданиями, здесь, конечно, здесь важно, конечно, иметь какие-то уже связи, наработанные вот до, чтобы вы понимали, к кому обращаться, чтобы вы знали редактора, кому писать, кому предлагать и так далее, да, ну, хотя, если история хорошая, если вы прям прикольно поработали, то вам, даже если вас не знают, вам все равно ответят, вас все равно опубликуют, правда, даю вам гарантию, я тоже так начинал. Смотрите, что я сделал в этой истории? Я снимал, помните эту девочку, да, где я стоял напротив нее в виде компьютера? Я просил детей заранее, вот за день до съемки, до созвона, я просил нарисовать коронавирус, нарисовать я просил его. То есть, герои мои выступали не только ассистентом моей съемки, но еще и они стали авторами проекта. И во время интервью я у них спрашивал вопросы по поводу этого рисунка, чтобы они могли его как-то объяснить. Ну, это, конечно, все детская фантазия, и это все происходило удивительным образом. Можете найти эту историю и почитать эти монологи. Это прям прикольно. И, собственно говоря, потом я их снимал. и потом соединил вот такие коллажи. То есть, вот это их рисунок, это фотография, а сзади, как фоном, я просто какие-то там намалевал в фотошопе просто какие-то фишки, ну, чтобы это каким-то образом выглядело более прикольно, ни в чем на себе не отказывая при этом. Вот. Смотрите, что получается. То есть, герои не только соавторы, ассистенты вашей съемки не только помогают вам поставить камеру и попозировать, но они еще и являются частью авторства. Это рисунки. Вот здесь два рисунка. Да. вот автор по центру и вот два его творения, которые, собственно говоря, которые, собственно говоря, он делал. Вот. Здесь таким вот образом мы поступили. Здесь тоже несколько рисунков. Вот. И, конечно, фотографии через скайп, они такого достаточно дерьмового качества, извините за выражение. И, конечно, чем меньше они, тем они выглядят прикольнее, тем они выглядят интереснее. Вот. Если это, конечно, сделать на весь экран, это будет достаточно много пикселей. и, возможно, кого-то не устроит качество. Кто считает, что качество равно хорошей фотографии. Хотя это не так, конечно. Вот здесь более старшая девочка. Ну вот, да, вот по той схеме, по которой я вам озвучил, работал, да, 8-10 героев, монологи, договариваемся, все. Вот так и работаем, да. Но идея очень важна. То есть, когда вы что-то придумываете, а потом реализуете это, да, в какой-то фото-проект. Вот. Здесь вообще очень плохое изображение получилось, да, потому что были проблемы с интернетом, со связью героя, и получилась вот такая вот картинка с очень плохим качеством. Если ее немножко больше увеличить, то, конечно, получится очень плохо. А почему я себе тут не позволил длинных всяких выдержек и размазил его, потому что у новой газеты было такое требование, чтобы съемки были приближены к реальным. Ну и, конечно, если ты делаешь съемку по заданию издания, ты принимаешь условия его игры. Вот. Я сказал окей. И я сделал такие коллажи, чтобы у меня была возможность все-таки уменьшить эти фотографии, сделать меньше, чтобы это не смотрелось так ужасно. Понимаете, да? Я выкрытался тоже из ситуации таким образом. Вот. Это мне вообще очень нравится фотография, да? По-моему, прекрасная девочка вообще получилась. Но детей легко снимать, да? Там и родители помогли мне хорошо. Они, кстати, расшифровывали их в речь, потому что, ну, блин, сколько там, 4 года, 3 года ребенку спрашивать вопрос про коронавирус, это можно ревнуться, правда. И, конечно, там родители выступали переводчиком, переводили мне их высказывания на русский язык. вот. И такой мальчик, который решил коронавирус застрелить. Диму 10 лет. Да, и удивительно то, что это новая газета. Ну, то есть, новая газета, вы, наверное, знаете, что это такое, да? То есть, это репортажи, это такие съемки достаточно такие прямые, да? Вот. И, ну, это тоже некий прецедент созданный, да? То, что вот новая газета, такое издание, да, работающее со сложными социальными темами, публикует такие истории, снятые онлайн. То есть, это тоже удивительно, на самом деле. Кстати, новой газете я предлагал после этого еще несколько историй, но они мне отказали по причине того, что по причине того, что к тому моменту у них уже вышла история Юрия Козырева, из «Красной зоны», снятая в одной из больниц Москвы, и они сказали, что как-то им не очень после этой истории публиковать онлайн-съемки. Как-то это странно. Вот. И, ну, вот, озвучили мне такую свою позицию, которую я принял, и не стал с ней ни в коем случае спорить. исключительно мнение редактора, которое надо уважать. Понять, в принципе, можно, да, почему так произошло. Поэтому в новую газету успел только одну историю дать, вот, снятую ко дню ребенка в начале лета. Смотрите, история для такие дела, посвященная переболевшим коронавирусом, и опять же монологи, да, то есть все мои истории, они вот основаны, сделаны именно по такой схеме, да, мне так нравится работать, мне интересно брать у людей интервью, им не нравится снимать портреты, и меня устраивает снимать онлайн. Я нашел для себя такой идеальный вариант, идеальную схему такой работы. То есть это герои, монолог и портреты, да, портреты в любом виде, да, то есть вообще, вообще, абсолютно в любом. Ну, вы сейчас увидите, сейчас, чем дальше, тем интереснее, как бы, да, чем дальше, тем, ну, не сложнее, но разнообразнее, так скажем. Смотрите, это переболевшие коронавирусом, это три портрета, объединенные в такой некий тритик, который я вот таким вот образом оформил, да, это работа не редактора, это моя работа, это тритик, который я сделал сам, я просто отправил уже финальный проект под ключ редактором. Ну, здесь у меня замысел был такой, что, как бы, человек проявляет, ну, становится резким его изображение, да, как бы, оживает, да, его изображение каким-то образом. смотрите, ну, вот здесь уже, да, здесь уже идут эксперименты с фотографическим инструментом, да, то есть, здесь пересвет, экспозиция в плюс, это длинная выдержка, это нерезкие картинки, да, вот здесь вы видите по центру, это, собственно говоря, сделано на ручном фокусе, ну, просто я сделал так, чтобы это было нерезким, изображение было нерезким. Вот, это длинная выдержка, пересвет, такой, как бы, такие немножко галерейные получились изображения, галерейные портреты, ни в чем себе, ни в коем случае не отказываются, только не забывайте о внутри серийной стилистике, что, если вы снимаете проект, то все портреты должны у вас идти в одном стиле, что это должно смотреться ну, как бы, единым, да, единым целым, да, чем-то таким гармоничным, да, вот здесь, блин, опять, забыл убрать, видите, да, вот в третьем портрете опять следы от клавиш, черт возьми, я их убирал, но вот здесь не заметил и забыл убрать. Эти клавиши преследуют меня на протяжении всей практики. Вот такая вот, собственно говоря, такой портрет, то есть, выбрал какой-то, придумал какой-то ход визуальный и с помощью онлайн-съемки его реализовал. Конечно, если вы начнете сейчас снимать онлайн, первые блины будут комом. Потренируйтесь на друзьях. Вот какой вам совет могу дать. Позвоните своим друзьям, потренируйтесь на друзьях, на знакомых, просто сделайте им комплементарные карточки, тем, кто, например, там сидит на изоляции, делайте комплементарные картинки, отправьте бесплатно. Будет для вас хорошей тренировкой перед тем, как снять какую-то историю, которую вы придумали. Вот. Такой достаточно популярный был материал, про который мне писали табличку, там говорили, что спасибо за информацию, за то, что берете интервью, что некоторые даже поменяли свое мнение о коронавирусе. собственно говоря. Так, ребят, дайте мне минуту, я сейчас загружу ссылки, чтобы не так омолодить. И мы продолжим. Чекунду, буквально. Мы можем это время передавать до вопросов, да? Да, давайте вопрос. У меня вопрос, Сергей, привет. Такой вопрос, а сколько у тебя времени? Да, ты знал меня. Привет. А сколько времени у тебя уходит на то, чтобы вот этот материал, который показывал для таких дел, сколько времени на интервью уходит и потом на их отекстовку? Вот если взять полностью весь продакшен этого материала, включая съемки, редактуру текстов до того, как ты отправляешь в редакцию, мне чисто технически интересно, потому что объем довольно большой у получился. Объем большой, получается, примерно 25 тысяч знаков, получается, и, ну, соответственно, если это история под ключ, то 80 портретов, если я не уверен в отборе, то на каждого героя варианты. Ну, смотрите, на съемке, если это 8-10 героев, на съемки дня 4, на обработку фотографий один день и на обработку текстов один день, то есть на всю историю у меня выходит примерно 5-6 дней, вот на такую, это если, как бы, вот герои находятся быстро, но бывает, что герои ищутся медленно и процесс немножко затягивается, но я больше двух недель на такой истории не работал, если честно, я такого не припомню, и, буллинг вот у меня занял много времени, история про буллинг, потому что, ну, как бы, люди не хотели, наверное, как-то вспоминать эту травму, переживать еще раз, ее рассказывать мне эти воспоминания, но в итоге я нашел героя. Вот, ну, наверное, ответил на вопрос, собственно говоря, 5-6 дней срок до такой истории примерный. Так, смотрите, дальше мы идем, на самом деле, следующая история мне не очень нравится, мне кажется, я там немножко перемутил, но я вам ее покажу, просто как факт, как, собственно говоря, ну, что такое тоже может быть, да, как Пенхазов говорил Пурква-Па, почему бы нет? Смотрите, история про медиков, да, которые пошли в коронавирусные больницы работать по собственной инициативе. Там был очень сильный геморрой, во-первых, вот как раз в этой истории найти героев, там искал через департамент здравоохранения Москвы этих героев, и интервью они не давали при присутствии, блин, этих, собственно говоря, работников департамента здравоохранения, и, конечно, они боялись что-то лишнее сказать, вот, а ребята, которые давали интервью дома, такие тоже были, они их потом монологи настолько сильно изменили, сделали из них какую-то комсомольскую праваду, что это было просто страшно, и, ну, они попросили текст на согласование департамента здравоохранения, такие дела с ними поссорились на этой площади, что они вмешиваются в текст, но это уже другой разговор, короче, проблемная история такая, не очень приятная, но смотри, что я тут сделал, я тут перемутил, блин, я тут перемудрил, я тут сделал такие какие-то странные диптихи, это еще, это еще мало того, что я сделал диптихи, я еще и сделал их гипники, вот это, ну, например, я хотел их снять дома, да, вот снимал я их дома, да, как они, ну, вот без, хотелось показать работников медицины, без вот этих вот ковидных, ковидонавтных костюмов, просто как обычных людей, обычных ребят, в какой-то домашней обстановке, занимающихся такими-то какими-то бытовыми делами, и там, вот он, например, жену поднимает, молодой врач, и я решил вот делать так, при этом, видите, да, картинка еще движется, да, наверх, вот, и это, ну, как бы снимал я серийной съемкой, я сделал много-много кадров в секунду, потом это все сводил в гиф, и вот таким вот образом это получалось, вот портрет еще и гифка, портрет-гифка, на самом деле удивительно, да, ну, в принципе, да, что вот, что такое возможно, но для меня это до сих пор удивительно, я до сих пор экспериментирую с этим инструментарием, и не перестаю удивляться и наслаждаться этим. Вот, портрет и, собственно говоря, гифка. Здесь вот сложно, это было сделать сложно, я как бы накладывал эти портреты в фотошопе на белый фон, и вот каждую фотографию, вот это движение, это все кадры, да, я сохранял, двигал, сохранял, двигал, сохранял файлы, а потом все эти файлы сложил воедино в специальной программе созданию гифок. Получились такие вот прикольные и не более изображения. История мне уже не очень нравится, да, я говорю, что немного перебор получился, хотя редактор был в восторге, мне сказали, что прямо круто, но сейчас мне уже, я потом написал, блин, может я и переборщил все-таки, всегда есть какие-то сомнения. Вот, здесь попугайчик улетает, видите, да, гифка, гифка, здесь шпагал, вот это мне нравится, тоже движение, движение сделал слева направо с помощью кадров серийной съемки, движение на, ну, передвижение фотографии в фотошопе, по чуть-чуть, двигал, сохранял, двигал, сохранял, внутренная работа, на самом деле. Вот, тоже гифка, раскадровка, девушка очки надевает, здесь круг крутит. Видите, каждая история имеет под собой какой-то ход визуальный, которого я придерживаюсь в течение всей истории, всего материала, и можно, ну, как бы, как это называется, стиль соблюден. Вот это прикольно, вот это мне очень нравится. Смотрите, оп-оп, огурчик, животные едят овощи, тоже раскадровка, да, это тоже гифка, неплохой материал, в принципе, да, неплохой достаточно. Смотрите, показываю еще одну историю, тоже коронавирусной эпохи, тоже, тоже другой стиль, другой ход я выбрал. Здесь еще более интересная вещь, смотрите, я подумал о том, что много людей сидят на изоляции в пандемии, да, и не могут возможности посетить свои любимые места. У каждого человека есть третье место, то есть первые два это работа и дом, третье место это какое-то сакральное место, куда человек ходит отдыхать душой, размышлять, переживать и так далее. И я решил позвонить людям, связаться с людьми и спросить мне, какое у них третье место. Потом я, смотрите, что я сделал. Я их снял в интерьере их квартиры, и потом я наложил их изображение на скрин их любимого места, которое я нашел в Google Maps. Интересно, да? Ну, по-моему, ничего. Идея. И прикольно получилось, по-моему, мне кажется. потому что я пытался соединить, собственно говоря, в коллажной стилистике фотографию с Google Maps и интерьер их дома. То есть, мне показалось прикольно, потому что здесь на башенке висят рубашки и одежда. Ну, я оставил, естественно, стрелочки Google Maps, авторские, да, чтобы нам было понятно, откуда эта картинка. Вот. Пожалуйста. Тоже такое изображение. То есть, ну, девушка не может посетить, пойти к своей маме домой. Вот. Это ее третье место, где она отдыхает душой. И вот дом снятый в интерьере своей квартиры, где она находится на изоляции. То есть, как бы, совмещение двух, получается, мест в одной картинке, двух пространств в одной картинке с помощью коллажа. Ну, просто наложение, не коллажа наложения, двойной экспозиции, грубо говоря, искусственно созданный. Вот. Это парк. Чувак из Нью-Йорка. Тоже принимал участие в предыдущем, предыдущем моей съемке. И я, конечно же, некоторых героев юзал по несколько раз. Но почему нет? Как бы, люди уже знакомы, подготовлены, подкованы, знают, как ставить телефон, знают, что нужно, что мне нужно. И там уже все очень быстро было, на самом деле, время много не занимало. То есть проверенные герои уже проверенные боем в бою. Вот. Смотрите, как интересно. Это Голландия. Здесь, в основном, мои знакомые, друзья, как бы, да, тоже, ну, в принципе, что же фотография на социальную тему, да, на тему изоляции, на тему ограничений и так далее, да. Конечно, интересно это все для меня было, потому что я тоже тогда сидел в, на карантине, и я путешествовал сам. То есть я через эту историю, через Google Maps путешествовал по чужим жизням, по чужим воспоминаниям. Для меня это было тоже очень интересно, приятно, и прикольно, как бы, да, вот. Я все вот эти идеи, да, которые я реализовал, да, это я все предлагал сам изданием в виде питча, да, то есть питча, это когда, ну, допустим, нет картинок, но есть какая-то задумка, идея, вы ее в текстовом виде излагаете, пишете, сколько будет у героев, сколько текста, какая идея, как примерно это будет выглядеть. Если издание вам доверяет, оно говорит, иди делай. Ну, вот я так примерно работаю. Вот. Такой стиль. Здесь, по-моему, 8 героев получилось в этой истории. Так. И еще один из коронавирусной эпохи, многострадальная история, адская просто история, предупреждаю, которая посвящена людям, придерживающимся необычных мнений о происхождении вируса. Ну, не ковид-диссидентам, но таким вот, знаете, сторонникам конспирологических теорий. Вот как это будет лучше сказано. Вот. Вообще, странная история с этим проектом. Я его, собственно говоря, предложил батеньке сначала. Они сказали, окей. Потом батенька, почему-то, даже не увидя картинок, написал мне письмо, что, типа, они срезают гонорар в два раза для этой истории. Мне это не устроило. Ну, как бы, я отказался. И потом, в общем-то, потом такие дела мне отказали в этой истории, хотя изначально были заинтересованы. Сказали, что, типа, слишком жесткий текст. Слишком, ну, как бы, слишком много бреда в тексте, мы не можем такое взять. Вот. Я их прекрасно понял. Вот. И потом я ее положил в стол. Подумал, блин, как же так, все, никто не увидит таких замечательных людей. Но потом мне Артем Чернов написал и предложил мне в русский репортер его. Представляете, это просто трэш вообще. Ну, как бы, вот в онлайн-версию, только не печатную, в онлайн. И, смотрите, ну, просто, это же просто жесть вообще. То есть, что я сделал, это просто кошмар. Я купил кучу изображений на стоках и я не ел грибов, правда. То есть, когда я это делал, я был абсолютно трезвый. Я просто, ну, решил, так сказать, открыть свое подсознание, наверное. И вот я этих героев таким вот образом изобразил, собственно говоря, такие же точно фотографии онлайн, да, вот, вырезанные только, да, каким-то нелепым способом. А сзади я понафигачил уже того, что вот мне подсказывает моя фантазия, да. Это стоковое изображение, которое я купил по дешевке на стоках и сделал из них калаш. И раскрасил там заливкой, градиентом, прям нафигачил вообще по максимуму всего того, чего возможно. Вот. И получились такие абсолютно больные, наверное, какие-то картинки очень странные. Этот чувак думает, что там на обратной стороне Луны есть база, откуда коронавирус направили к нам на Землю. Там живет Гитлер, да, он на этой базе. Вот. И вот такая вот вещь, да. Тоже вот монологии, тоже страшные абсолютно, страшные монологии, да. Этот там тоже там говорит, что у него, типа, ему кажется, что коронавирус это дело рук разработчиков игр, да, чтобы все дома сидели, играли, а там танки, танки, танчики, там и так далее. Ну вот, как-то так. Ну это на фоне холодильника он фотографировался, вот я этот холодильник оставил вместе с магнитиками, да, мне показалось это милым достаточно. Вот. А это вообще мой приятель, сумасшедший фотограф Никита Машкин, да, он живет на Гоа, да, у него там своя теория есть. Я с ним созвонился, он был, вот он как раз был под грибами, когда я ему позвонил, он был на пляже, и Гоа, в изоляции сидел там. И вот я его там как раз и застал, собственно говоря. у него такая интересная теория, между прочим, можете почитать. Он, ну про чипы, про внедрение чипов, и я решил как-то изобразить чипы, чипы, да, вот, из мультика Чипы Дэйл. Вот. Сестно говоря, такая есть, что китайцы хотят всех убить. Сделал такой калаш. А это про про то, что коронавирус это переход в пятое измерение. Но пятое измерение мне никак было не изобразить, поэтому я изобразил третий. 3D сделал в фотошопе из ее фотографии. Это фотография через Skype, ребят. Вот эта вот картинка ее сделана через Skype, из нее сделана 3D-модель в фотошопе. Вот. Это про айфоны, про то, что айфоны, Apple, это, ну, посланник сатаны, да, и через айфоны нас заражают, ну, как бы, нам пытаются внедрить этот вирус через вот эти новые технологии, 5G, там, и так далее. Ну, тоже достаточно интересный монолог. Ну, как бы, вот, понятно, да, что я здесь пытался изобразить. Вот. На самом деле, в таких историях очень многое зависит от вашей фантазии, да, вот от таких коллажных вещей. То есть, ну, смотрите, но это уже вообще, ну, как бы, даже близко стояло, не стояло ни с какой там репортажем из красной зоны, да, репортерским. Это, это чистая какая-то, это чистый бред, фантазия, да, там, как бы, ну, публикуется это, и это нормально. Вот. Так что, ни в чем себе не отказывайте, да, и ничто должно, не должно вас останавливать, останавливать в ваших, в ваших начинаниях. Так, смотрите, это непосредственно, что касается коронавирусных историй, снятых по скайпу. У меня их больше, но просто я отобрал такие самые разные, самые, самые, необычные, на мой взгляд, наверное. Сейчас я уже буду показывать скайп-съемки свои, которые я осуществил, не по теме коронавируса. Вот. И если у вас есть вопросы вот по этой части, то задавайте их сейчас, потому что мы к ней уже не будем возвращаться. Нужно голосом задавать. Да, пожалуйста. Можно как угодно. Сергей, здравствуйте. Я правильно поняла, вы сначала обсуждаете с редакцией идею проекта и потом уже делаете его, или бывает так, что вы сначала делаете свой проект, а потом уже забрасываете в редакцию. Спасибо. Вы именно про онлайн-съемки спрашиваете или вообще? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Вы спрашиваете про онлайн-съемки или вообще? Те проекты, которые вы сейчас показывали. Это все в виде идей. Я пишу просто знакомым редакторам и говорю, я хочу сделать вот такой проект. У меня есть такая-то идея, это будет выглядеть примерно вот так. Я описываю на полстраницы текста концепт этой работы визуальной. И они дают зеленый свет через несколько дней либо отказывают, что тоже в принципе нормально. Понимаете, ребят, смотрите, отказ это часть репортерской работы. И очень много моих студентов, в том числе молодых фотографов, они очень близко к сердцу воспринимают. Они мне пишут, что руки опускаются после отказов. Но вам отказывают не потому, что фотографам отказывают, не потому, что фотографии плохие. Хотя это также тоже может быть причиной. Но это также существует миллион других причин. Может быть, что по формату не подходит ваша история в здании. Может быть, что у них уже выходила подобная история на такую же тему. А может быть, вы там написали редактору в пятницу или когда у них номер выходит, например, когда он в мыле и он просто не заметил вашего письма, а вы обиделись, например. Так что чем больше вы будете писать, вообще редакторы ждут ваших идей, ждут ваших фотографий. И вы пишите, пожалуйста, и не стесняйтесь писать. Если там вам откажут много раз, вас не должно это никак задевать, абсолютно. Вы должны продолжать двигаться в направлении, намеченном направлении. Вот и все. Так, смотрите. Ага, ой, это какая-то новая фишка. Вы поставили лайк, да, вот так сделали? Да, это реакции, они есть внизу, и ты можешь это делать. посмотри, я могу сейчас, вот, видишь. Ага, понятно, понял, понял. Так, смотрите, сейчас начну показывать истории, которые я сделал. Помните, да, вначале говорил про трансформацию взглядов репторов? Сначала публиковали, интересовало только ковидные темы, онлайн снятые, потому что как-то только в этом ключе рассматривалась онлайн-съемка, ее не знаю, дееспособность, как-то так сказано будет. А потом поняли, что онлайн-съемка работает, и начали брать истории, которые вообще к ковиду не имеют отношения. Сейчас несколько прецедентов и своей практики покажу интересных всяких вещей. смотрите. Вот, например, история, которая посвящена буллингу в России, точнее, буллингу и подпоследствиям, которые влияют на дальнейшую судьбу человека. Здесь герои не только, которые сталкиваются с буллингом непосредственно здесь и сейчас, но и которые пережили его в прошлом, и который каким-то образом сказался на их становлении как личности, и на дальнейшем каком-то развитии, психологическом состоянии и так далее. Я начинаю по возрасту. Я их выстроил по возрасту от самого раннего до самого старшего, самой старшей женщины. Конфиденциальная съемка опять по зуму. Смотрите, это все по зуму снималось. Помните, я вам говорил, что я придумал направлять лампу, чтобы герои направляли на себя лампу, я их буду снимать. Вот это я и делал в этой истории. И это все делали мои ассистенты, герои, ассистенты в данном случае по совместительству. Представляете, как сложно это было? Это была сложная съемка. То есть человек устанавливает камеру, потом он должен светить лампой, либо его какие-то там родственники, родные светили лампой. И это, конечно, было тяжко. Это было очень тяжко. Более того, мне пришла идея в голову попросить этих героев написать на листе бумаги свои эмоции по поводу буллинга. А знаете, что я потом сделал? Я потом это получил, они мне сняли эти надписи с помощью телефона, переслали мне на почту, я это скачал, и в фотошопе я инвертировал, я сделал негатив. то есть там был белый лист и черный и черная надпись. Я сделал черный лист и белая надпись, это ствол негатив, потому что это похоже на доску с мелом, как будто они вернулись в школу и по заданию пишут на доске мелом. Мне показалось, это будет прикольным ходом для этой истории. и вот на каждого героя по две фотографии и по такой вот эмоции, которую они озвучили, написали, точнее, извините. Конфиденциальность опять сохранена, лампой светим на лицо и вот получается вот таким вот образом. И надпись, опять же, да, ведьма. Девочку считали ведьмой из-за того, что она там была рыжая с зелеными глазами. Она даже выкрасилась из-за этого после окончания школы выкрасилась в розовый цвет, чтобы ее чтобы не быть ведьмой. Вот. Опять же, спина, надпись и какая-то деталь. По три изображения на героя. тоже, вот сложность. Темнота, лампа, плохая у некоторых фронтальная камера, плохое качество, иногда интернет плохой, пиксели, лезут, артефакты, вот видите, да, в левом верхнем углу синяя такая полоска, это я фотошопил тут, был страшный просто провал, артефакты, я его там брал, но вроде смотрится ничего, кстати, сейчас мне уже свежим взглядом смотрю на эту историю, когда я отсылал, я думаю, господи, блин, черт, это же трэш, нет, на самом деле, мне нравится, как смотрится сейчас уже, я довольен. Опять надпись на мелом на доске и деталька. Вот. Такое. Здесь все обосновано, ничего просто так не снимается, да, то есть за все я могу ответить как автор. То есть девочку, например, травили из-за очков, называли ее Гарри Поттером, собственно говоря, все детали тоже сняты не просто так, все это придумано, срежиссировано, исходя из того, что мне рассказал герой, это все не мое, как бы, да, восприятие действительности, это не моя реальность, это все сделано совместно с героем, исходя из его монолога. То есть очень важно при такой работе сначала разговаривать с героем, сначала сделать монолог с героем, а потом, точнее, записать его, ну, как это называется, интервью, да, потом сделать из него монолог, а потом уже снимать. То есть сначала поговорили, интервью, потом сняли. вам просто будет больше понятно, вы поймете, как действовать, может быть, сориентируйтесь по ситуации, что нужно снять, что нужно сделать. Вот это очень сложная была фотография, тоже адский, как это называется, артефакт, тоже очень много ее обрабатывал, тоже понимаете, все это, и так некоторые камеры шумят в темноте, из-за того, что ее со там очень высокая, зерно, шумы начинают, а тут же еще через фронтальную камеру, блин, еще и лампа светит, все это искусственный свет, сзади тоже искусственный свет от домов, ночью, вечером все это снимается, понятно, что, ну, я, кстати, в течение этого, этой истории, я пожалел, что я выбрал такой язык, но отступать уже было не было, то есть мне необходимо было доделать эту историю, я ее сделал, мне она нравится сейчас, название этого цитата из эмоций одной из героинь, да, я просто ребенок, написала вот эта вот девушка, вот, а это татуировка на ее ноге, на которой написано карма, она просто верит, что кармические вещи, что люди, которые ее травили в школе, они получат по заслугам в будущем, вот, это ее право, я просто снял, потому что это важно, ну, представляете, как это выглядело, то есть она не показывала свою ногу через фронтальную камеру своего телефона, наверное, комично было со стороны, было бы интересно посмотреть на это, на этот кадр, вот такой герой, собственно говоря, и вот самая старшая героиня, Татьяна, 40 лет, и последняя картинка, это ребенок, она забеременела в одинском классе, и из-за этого ребенка ее перестали травить, то есть такой позитивный достаточно исход, собственно говоря, но она говорит о том, что она какое-то время вздрагивала, когда слышала там детский, ну, смех подростков за спиной, и, собственно говоря, она вот об этом и пишет в своей записке. Вот такая история, смотрите, на самом деле очень жесткая история, очень жесткая социальная история, очень важная социальная история, которая рассказана с помощью инструментария, которым посвящен сегодняшний разговор. Понимаете, да, то есть какие-то сложные темы очень сложные герои со сложными судьбами, это не подразумевает какого-то, ну, необязательно личное присутствие, необязательно, понимаете, да, что я объясняю? Просто для некоторых это игрушка, вот Zoom это игрушка, да, вот Skype это игрушка, это всего лишь какая-то приблуда, грубо говоря, которая сегодня есть, а завтра нет. Ну и что? Ну, смотрите, можно же, да, можно работать с помощью этого инструмента. Вообще, абсолютно классно. И можно рассказывать истории, которые читают люди, которые воспринимают люди. Они абсолютно ничем не хуже, чем реальные истории. Если, что касается портретов, это вот очень важно, потому что все-таки документальные истории, где вы наблюдаете за жизнью, конечно, онлайн снять их намного сложнее. Ну, это надо понимать. Я, все-таки, моя онлайн-практика, она именно портретная практика, скорее. Смотрите, еще одна история, она посвящена проблеме иджизма в России. Это такие же точно монологи и такие же точно портретов. Все по той же схеме сделано. Здесь я включил длинную выдержку, я делал размазанные портреты на длинной выдержке, просил героя как поворачивать голову, смотреть вправо, смотреть влево, медленнее и быстрее. То есть, ну, полностью, собственно говоря, режиссировал этот процесс, потом после этого перевел кадры в черно-белый и наложил такой градиент. Мне показалось, что это будет работать на какую-то атмосферу этой съемки. И получились вот такие вот кадры. Где-то герой держал мобильный телефон перед собой. Ну, вот это вот так выглядит. Я вам проиллюстрирую. Допустим, вот, я например, говорю, не смотрите в камеру, посмотрите влево, посмотрите вправо, повернитесь медленно, там, быстрее. Ну, вот как-то так, да, это, ну, не более, да. Главное, не надо стесняться этого, вы никакого преступления не совершаете. Это абсолютно нормальный процесс работы с моделью. в данном случае это люди в сложной жизненной ситуации. Ничем, как бы, абсолютно не отличается такая съемка вот каких-то других портретов. Вот. Здесь тоже самое, да, то есть, человек мне сказал, что он там 15 лет, 20 лет практиковал йогу, вот, я его попросил как-то там в позу лотоса сесть, вот, как-то вот с ним таким вот образом поработать. Ну, здесь портрет на длинной выдержке, тоже постобработка, черно-белый фильтр, зерно и так далее. Здесь, как бы, такие вещи, наверное, которые я не позволил бы с реальными фотографиями, да, изгаляться так. Ну, а здесь почему нет? Здесь, видите, смотрите, какую штуку я сделал. Я даже оставил черную полоску сверху. Это вот кусок пластика с моего ноутбука. Мне показалось, что это будет неплохо смотреться, что вот эти цветы укрутся в какую-то черную линию. Ну, мне показалось, что это будет композиционно и хорошо смотреться с синим градиентом внизу. Я решил оставить. То есть, это кусок моего ноутбука, вообще, который влез в кадр. Собственно говоря, вот так вот. Вот. Я пытался как-то сыграть с планами, да, то есть, если у вас несколько картинок, вы можете сочетать средний, крупный план, чтобы дать разнообразие редактору, который работает с материалом, чтобы им было проще ставить какую-то какую-то историю из этого, какую-то верстку сделать. Здесь я прям просил, да, здесь я прям просил женщину, вы не могли бы, пожалуйста, поставить телефон на расстоянии трех-четырех метров напротив окна и открыть занавеску. Вот прям так просил. Вот так это происходит. Вы не могли бы, пожалуйста, взять букет цветов, немножко закрыть лицо, посмотреть в окно? Нет, не так. Немножко больше влево, немножко больше поднимите подбородок, чуть-чуть больше цветы, поднимите цветы, закройте лицо, опускайте цветы. Вот так работает на протяжении двух часов. Где-то меньше, где-то больше. Вот. Собственно говоря, вот такие вот вещи происходят. Мне кажется, что это очень интересно, очень, очень, но для меня это очень увлекательно. Я всегда вот, мне вот недавно согласовали новую историю, и я уже сижу, думаю, как я ее буду снимать. И для меня всегда это что-то новое. То есть, видите, ну, ни одна история не похожа на следующую. Это всегда какие-то новые, новые визуальные формы. Пусть даже это онлайн, это всегда что-то новое по визуалу. все истории отличаются, несмотря на то, что это портреты. И онлайн. собака вот тоже. Вот, ну, ребят, как в реальности, правда. Есть какие-то домашние животные, используйте их. Пытайтесь как-то вот, пытайтесь как-то туда проникнуть с помощью фронтальной камеры. Туда я имею в виду к вашему герою домой. То есть, сначала обязательно разговаривайте. Обязательно разговаривайте сначала. Это просто раскрепостит вашего героя. И покажите, попросите показать помещение, покрутить камеру. Тоже поможет. Обязательно. Смотрите, это уже тоже история, еще одна, с которой я намучился. Посвящена, собственно говоря, женщинам-салапеции. Ребят, тоже снято онлайн. Смотрите, это снято онлайн, при том, здесь пытался я все-таки изо всех сил стилизовать под реальную съемку. Пытался всеми силой не избавиться от артефактов на экране. Но в принципе я доволен результатом. Мне редактор сказал, да, видно, что онлайн, но мы согласовывали съемку онлайн изначально. Но качество отличное. Я в принципе тоже доволен результатом и мне это вполне устраивает как результат. Просто было очень важно для меня в этой истории это женщины, у которых выпали волосы на нервной почве. И до сих пор не совсем изучено это заболевание. Там послеродовые аллопеции бывают, но я не буду вас грузить этой медицинской штукой. Мне было важно показать именно их правдивый облик. Настолько документально, насколько возможно. И как-то сделать это светло в таких тонах. Здесь очень важно было лицо, поэтому решил сделать резко. все в любом случае вы сейчас видите артефакты экрана, от них не избавиться. Даже вот тут посмотрите, мы видим на платье, на руке вот эти артефакты. К сожалению, полностью они не убираются. Как бы я ни работал. И здесь тоже видно артефакты экрана. Хотя может это тут прикольно смотрится. Видите, полоски на куски ткани. Такие портреты получились. Диптихи, опять портрет деталь портрет деталь. Вот здесь тоже видны артефакты. здесь меньше. Ну и опять по той же абсолютно наработанной схеме посмотрите туда, посмотрите вниз, вверх и так далее. Пробуем разные варианты, чтобы у нас после съемки было как можно больше наработанного материала, чтобы мы могли выбрать наиболее хорошие кадры, наиболее удачные ракурсы и так далее для обработки. здесь девушка держала телефон перед собой и было некуда поставить, но в принципе незаметно не создается такого впечатления. Для меня все-таки важен эффект присутствия. Я пытаюсь добиться такого эффекта, что как будто я нахожусь в помещении, и я снимаю человека, находясь у него там. Несмотря на то, что между нами может быть несколько тысяч километров, хочется такого эффекта присутствия какого-то. Мне кажется, у меня получается. Извините за секунду самолюбования, но я озвучу. Здесь было очень сложно обработать эту фотографию. Про вас сложно. здесь фон фотошопленный. Я удалял детали фона некоторые, но сильно прям работал на фотографии. И тоже вот эти вторые детали на картинках, ну вот в диптихах, вторые фотографии, они тоже не просто так сделаны. Это все после разговора осмысленные, визуализированные слова героев. не просто какие-то детали, это все осмысленные вещи, которые привносят смысл в эту историю, безусловно. такой кадр, это мне кажется, это очень красиво. Это руки, женщина рука и ее мужа, который я поддержал, не бросил его в этой сложной ситуации. Сказал ей, что он ее любит, даже несмотря на то, что она лысая. прекрасно, это красивая концовка истории и очень красивая фотография, мне кажется, и красивый цвет, фон и свет. Здесь, конечно, было важно поработать со светом. Кто-то спрашивал, и, конечно, здесь я к окошку просил, боком к окошку, как можно ближе к свету и так далее. Здесь, конечно, очень важно было поработать со светом. Так, сейчас, секундочку. Так, смотрите. Есть какие-то вопросы по этому. Поэтому я вам еще быстро покажу, буквально. Мы может даже немножко задержимся. Давайте мы обсудим это немножко в чате. Скажите, пожалуйста, те, кто готов задержаться немного, поставьте плюсик в часе. У кого это не получается, поставьте минусик. И мы решим большинством голосов, остаемся мы, задерживаемся или нет. Ну, я имею в виду, может быть, не придется, смотря как пойдет. Друзья мои, те, кто хотят досмотреть видео в записи, вам нужно заполнить анкетку, чтобы я потом на адрес этой анкетки могла выслать вам видео. А вот Любовь, по-моему, да, или кто писал вот только что, сейчас подождите, да, Любовь, подождите минуточку, я сейчас закину в чат ссылочку, и вы скопируйте ее, можете заполнить потом, когда у вас будет время, анкетку, потому что я так не смогу вам выслать видео. Анкетка небольшая, она займет совсем мало времени, мы старались, чтобы она была короткой, потому что сами не любим заполнять анкеты, признаюсь вам честно. Вот все прошу, когда вы можете скопировать и заполнить чуть позже, можете в процессе заполнить ее, она короткая и займет, наверное, минуты три, у вас, может, две. Спасибо. Любовь, я уже выслала, а, подождите, я выслала не Любови, а выслала, частная писала Марине, вот, пожалуйста, висит. Сереж, извини, пожалуйста. В основном плюсики стоят, те, кто не может, к сожалению, они вынуждены, но у нас большинство согласно задержаться. Ну, еще покажу буквально быстренько, пару историй из моей практики, которые выходили, опять же, в оконьке, которым почему-то очень приглянулась эта онлайн-съемка, и они, в общем-то, начали публиковать активно эти истории, которые, в общем-то, никак не связаны с коронавирусом. Да, смотрите, эта история, вообще, которая посвящена, это вот уже прям вот скан разворота, да, журнального. Это история, которая посвящена ребятам, рожденным в 2000 году, ну, миллениалам, да, это так называется, вот, и искал таких ребят, опять же, через социальные сети и брал у них интервью, снимал их через скайп, да, здесь уже черный фон, опять же, работа со светом, перед окном, напротив окна их сажал, вот это мне очень нравится, работа со светом, Полина, да, в нижней части экрана, вот, где у нее на лице тень, вот, вот, некоторые портреты мне прям очень нравятся, да, не все удачно выходят, где-то они слишком такие более прямые по свету, а где-то прям вот мне очень нравится, и у меня получилось так, ну, наверное, не первый раз уже позировать перед камерой, получилось как-то так позировать, да, хорошо. Смотрите, вот некоторые слабые изображения, вот как у Михаила, да, я сейчас показываю, вот это сверху изображение, конечно, слабовато получилось, слабоватый портрет, не мог раскрепоститься человек, не мог нормальную камеру поставить, и не мог, собственно говоря, долго, достаточно количество времени мне уделить. Видите, вот, из-за этого еще могут быть сложности, что люди-то все разные, и не все понимают, да, не все могут в это инвестировать необходимое количество времени вам, в первую очередь. И вот еще два таких портрета. Вот, большая история такая получилась. Это вот в печати тоже выходило в огоньке, на двух разворотах, получается. Небольшие такие достаточно были по размеру. Вот, вот этот первый портрет, мне кажется, удачный по свету, Лиза, и вот эта, и Полина. Полина прям супер вышла, мне очень нравится, как она получилась, именно свет, да, как вот, какая здесь работа со светом. Прямо как вот, ну, как вот в реальности. Мне кажется, я уже вот, вот к какому-то моменту уже достиг некого мастерства в этой съемке, и, ну, чувствую себя тут достаточно свободно. Смотрите, еще одна история, которую я недавно делал, я себе еще усложнил задачу, и я сделал историю про людей, у которых живут дома необычные питомцы. То есть здесь я снимал не только героев, но еще и их необычных питомцев. Это, ну, это улитка, да, вы можете видеть, это летучая мышь, это курица, попугай, ежик, лиса, там, миллион. Представляете, как это было сложно? То есть это еще онлайн, это еще и зверь, который непредсказуемый, иногда дикий, да, лис, дикий лис, дикий там, кто там, забыл, не помню, кто это, это соболь, соболь. Змеи, да, ну, свиньи даже, вот, понимаете, он даже есть. И, представляете, как это было сложно это снимать? И вышла такая вот большая история, тараканы, вороны, змеи, опять же, да, в двухвойном экземпляре. Это было весело, да, и это был веселый процесс, когда там животные сносили какие-то части интерьера, когда они роняли камеры, когда они пытались облизать камеры, тот же свин пытался это сделать, вообще пять свиней снял, и получилась только одна. я сконтачивался с кружком, который разводит, ну, вот, любителей мини-пигов, и там вот искал героев, собственно говоря, пять мини-пигов я снял, и получился только один, потому что это просто ужасное животное, это просто животное, которое не подлежит никакой критике, капризное, ну, неугомонное, да, неспокойное, вот такое вот животное, сложное, короче говоря. И вот всякие такие ситуации тоже вместе с героями мы уже придумывали, да, то есть, понятное дело, что люди, у которых живут необычные питомцы, это люди незаурядные, да, и они мне помогали очень сильно как-то моделировать ситуацию, кто-то на голову героев сажал, кто-то вот, подтягивался с хамелеоном вместе, вы видите, да, мальчик Ваня, вот, и мы придумывали это все вместе, это было весело, это, конечно, не социалка, это такая история больше интертейнмент, да, из-за разряда развлечений, вот, но я вам просто показываю разнообразие, как можно, да, что можно и так, и так, и по-всякому, это в печати опять вышло, да, ребята, это печатное издание, которое работает с социальными, социальными, темами, достаточно сложными тоже, вот, но они публикуют и такие вещи, им нравятся такие вещи, и мне кажется, это потрясающе, абсолютно, абсолютно здорово. так, смотрите, помимо каких-то, помимо каких-то, таких вот историй, да, независимых, да, это тоже все я предлагал в виде питча, да, то есть я писал в Огонек, ребят, привет, я хочу снять питомцев через Skype опять с их хозяевами, они обычных питомцев, их хозяев, они там через два дня мне напишут, да, история утверждена, делай, я иду и делаю, как бы, да, вот, то есть вот это по такой схеме, такой схеме работает, иногда я снимаю чуть меньше, снимаю фандрайзинге, через Skype, вот могу вам показать парочку, таких съемок, фандрайзинг, да, знаете, что такое, это съемка для фондов, которым необходимо собрать деньги на, на какие-то нужды, и вот через их, через каких-то героев, людей в сложных ситуациях, они вот эти вот компании устраивают по сбору, по сбору средств, вот, согласие героя, безусловно, так, смотрите, покажу вам, покажу вам две такие съемки быстренько, пум-пум-пум, сейчас, секунду, так, 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 вот, я вам достаточно много кейсов показал из своей практики, и в каждом кейсе, из каждого кейса можно было что-то полезное подчеркнуть, да, то есть это никакой не, как это называется, патент, да, то есть есть люди, которые практикуют, и вы, пожалуйста, можете спокойно это практиковать, вот, для фонда свет дети я снимал девочку, которая находилась, находится в онкодиспансере, на карантине, безусловно, да, она даже покидает палату, в скафандре, в таком, да, ей нельзя выходить из палаты, и, соответственно, через телефон, через ее, я снимал ее в больнице, с помощью ее мамы, бабушки, извините, бабушки, и получилась вот такая съемка, фандрайзинг, он чем проще, тем лучше, потому что людям необходимо собрать денег, и чем будут проще фотографии, тем они будут, ну, проще, да, я не знаю, как еще это объяснить, тем лучше для фандрайзинга, тем, как бы, ну, здесь вашего художника, в принципе, не имеет значения, здесь важно, здесь нужны другие цели, это работа, да, и здесь нужно думать о том, что это все-таки, у этого есть, цели сбора денег, в первую очередь, вот это надо держать в голове, что нужно, как бы, не изощряться, как художник, а скорее подумать о, о пользе вашего материала, вот тоже было очень сложно, понятно, что ребенок в больнице, да, и бабушка, которая абсолютно не представляла, как это все будет происходить, потом как-то так энтузиазм появился, через час съемки, и она даже начала мне со светом помогать играть, вот эта вот фотография, смотрите, вот на обложке, да, здесь девочка, Сереж, а ты мне демонстрируешь нам экран, мы не видим, ой, да ладно, ладно, ты просто не дал нам доступ, ой, ой, какой ужас, а я что-то рассказываю, а сейчас, да, у меня тоже такое однажды было, поэтому, а сейчас, а сейчас, да, теперь мы видим ее, так надо сразу было говорить, ребят, ну вы чего, вот, смотрите, прям сразу надо было, вот, такая съемка для фонда онкобольной девочки, в больнице она, а я где-то там был, то ли в Питере, я не помню, да, в Питере я снимал, и вот мы таким вот образом сконнектились, вот на этой фотографии, вот прям не видно, но бабушка, бабушка, вот эта бабушка, держит камеру перед собой, а я по ней, я вот через нее смотрю, но вот я попросил не смотреть камеру, да, чтобы это не выглядело как селфи на их телефон, чтобы как будто я там нахожусь и снимаю их с этой стороны, эффект такой важен достаточно, вот, это уже бабушка держит телефон тоже, показывает мне внучку в палате, а здесь вот, да, здесь изначально свет падал плохо на лицо, но бабушка открыла жалюзи, сама сообразила, что мне нужен свет, и свет упал на ее лицо, и так красиво получилось, и вот мы как бы вместе, вот с героем, с людьми, которые находятся рядом с героями, и с самими героями, очень важно найти какую-то связь, им тоже должно стать интересно это, понимаете, да, вот этот вот, мучительный процесс, он все-таки это мучительный процесс, превратить в какую-то игру, да, совместную, чтобы герой вам ассистировал, и чем лучше герой это будет делать, тем лучше у вас будут фотографии, от героя тоже очень многое зависит, понимаете, герой-соавтор ваш, ассистент-соавтор, и так далее, вот, так что уважайте своих героев, и цените их вклад в ваше фотографическое ремесло, так, еще быстренько покажу, чтобы по полной программе было представление, смотрите, вот недавно совсем делал съемку для Росфонда, покажу прямо весь отбор, который я отправил, чтобы вы понимали, как, что я отправляю в редакцию, для Росфонда снимал мальчика из Германии, который сейчас, который получил необходимое лечение с помощью Росфонда, и сейчас живет жизнью нормальной со своими родителями, съемку мне заказали в ВЧБ, сказали, что это рубрика в черно-белом, в черно-белой стилистике, и я должен прислать черно-белые фотографии, собственно говоря, сказали, что в съемке будет 6 фотографий всего, и я, собственно говоря, перед съемкой прикинул, что мне нужно примерно 6 сюжетов, плюс 3 запасных, я должен примерно снять 6 разных каких-то, 6-10 разных каких-то сюжетов, чтобы у редактора был выбор, обязательно был семейный портрет, обязательно был близкий портрет мальчика с читаемым лицом, вот такое техническое задание мне дали, и вот смотрите, что я отправил в редакцию, вот такие фотографии я отправил в редакцию, соответственно, показываю весь отбор, который я туда отправил, это с дублями, то есть я отправляю с дублями, смотрите, ну вот как это происходит, мальчик, Ислам, встань, пожалуйста, там, боком к окну, а папу, который телефон держал, попросил встать напротив мальчика, понимаете, да, я объяснял это все, спокойным голосом, вот здесь тоже, это все как бы, ну, совместное наше творчество с героями, да, машинку покажи, покажи, во что играешь, Ислам, покажи, во что ты играешь, машинки, поиграй в машинки, покажи, как ты играешь в машинке, вот так съемка происходит, в принципе, то есть, вот я говорю, что жанр снимать нельзя через скайп, в принципе можно, но он будет, конечно, постановочный, это будет постановочный жанр, и отец с телефоном ходил вокруг мальчика, показывая мне, как он играет, Ислам, а кормишь ли ты свою сестру, да, кормлю, а покажи мне, как ты это делаешь, вы как-то так, понимаете, это происходит, Ислам, ты любишь забираться там на подоконник, да, люблю, покажи, как ты это делаешь, и вот, ну, он мне показывает, как он это делает, я это снимаю, соответственно, в различных реакциях, Ислам, ты там, я люблю танцевать, покажи, как ты танцуешь, покажи, как ты это делаешь, вот, например, с папой, армрестлинг, в принципе, очень достойная съемка, мне очень нравится, на самом деле, и из Росфонда мне сказали, что съемка отличная, что им очень нравится, в принципе, некоторые фотографы работают в таком стиле в реальности, допустим, там, Женя Жуланова, допустим, очень любит такие вот, такую стилистику, в ЧБ, зерно, там, артефакты всякие, она прям снимает в реальности красивейшие картинки, как будто через онлайн, иногда такое ощущение создается, вот, собственно говоря, такие вот вещи, и вот сейчас опять получил задание на онлайн-съемку, онлайн-проект, буду вот, 7 декабря, мне эту историю надо задавать, для таких дел я это не могу сказать всю тему пока что, вот, и у меня есть куча идей, которые я буду потом предлагать, после вот, закончу это, потом предложу другое, еще там, еще, еще, вот, и буду так снимать, пока это будет публиковаться, мне интересен инструментарий, то есть я, в принципе, могу выйти и снимать на улице, сейчас никто никого не запирает, понимаете, да, но мне интересно, как это работает, мне интересен инструментарий, мне интересно прокачиваться в этом инструменте, мне просто интересно это, как фотографу, как художнику, не знаю, как исследователю, блин, просто интересно, и мне кажется, этим надо пользоваться, и этим здорово пользоваться, потому что сейчас мы живем в такое время, когда вы можете реально изобрести что-то новое, то есть вы можете сейчас свое, как бы, свое новаторство, что-то придумать свое, да, что-то изобрести свое, видео, и вот как раз вот такие вот периоды в жизни человечества, они идеально для этого подходят. Мне кажется, онлайн-съемка, она вот одним из таких нововведений является, и самое интересное, что Россия почему-то идет во главе планеты всей с этой онлайн-съемкой, я нигде больше не наблюдал, чтобы вот СМИ в таком количестве публиковали онлайн-проекты, ну правда, то есть, вот сколько я вам показал, ну 12 проектов я вам показал, даже больше, а у меня еще, могу еще, могу еще 12 показать, то есть, ну как бы, понимаете, да, это очень интересное явление, сейчас я не могу на этот вопрос ответить, почему именно в России, это произойдет спустя какое-то время, когда мы перестанем жить внутри этого события и сможем оглянуться назад и проанализировать, тогда сможем ответить на этот вопрос, сейчас не могу, я не знаю просто причин, почему, возможно, в лояльности и фоторедакторов, в том числе, там, Андрея Поликанова, который начал самым первым, одним из первых делать, и возможно, вот из-за лояльности, из-за того, что фоторедакторы такие гибкие у нас, возможно, из-за этого происходят такие вещи, но не могу на 100% ответить, как бы, дать точного ответа на этот вопрос, возможно, позже мы узнаем, узнаем причину, вот, какие-то такие вещи я вам хотел рассказать, я надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что это было интересно, если у вас какие-то есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Тебе есть ощущения? Да, да, Марк, можно задавать голосом, я просто еще напомню про анкету, пожалуйста, посмотрите, она у нас висит в чате, скопируйте или откройте и заполните, потому что, ну, очень важно для нас ваше мнение в этом вебинаре. Марк, извини, пожалуйста, задавай вопрос. У тебя есть ощущение, когда ты снимаешь проект, что если бы ты снимал его вживую, то ты бы рассказал эту историю лучше? Ну, то есть, не кажется ли тебе, что ты какое-то измерение теряешь при такой съемке? Конечно, есть. Ну, дискомфорт как-то там справляешься с ним или нет? Ну, или просто? Ну, нет, это не, не, я об этом не думаю просто. Я не думаю об этом. Смотри, конечно, у меня есть, такие мысли, но потом я кладу на весы другие вещи. Я кладу на весы такие вещи, чтобы уравновесить это расстройство, да, ну, какое-то. То, что мои герои живут по всей России. Я имею, допустим, в реальности, я могу там, например, себе позволить в проект, использовать героев в проекте из Москвы, из Петербурга, допустим, но мне было бы так удобно, да. Сейчас я могу расширить географию, я могу взять героев из Магадана, из Калининграда, из Твери, из Ростова и так далее, понимаешь? То есть есть, надо находить какие-то дополнительные плюсы в этом и география, например, расширенная география является одним из таких плюсов. А визуал, ребят, я еще в самом начале сказал, визуал, не надо пытаться вот прям подогнать это под реальную съемку и в голове своей у вас должно быть ну, тоже вот разграничение. не надо ни в коем случае все-таки как-то сравнивать, что ли, я не знаю, или как еще сравнивать и пытаться это адаптировать под стандарт реальной съемки именно в качестве и исполнения там и так далее, ну, как-то так. Тогда просто будет, тогда вы просто как-то, ну, что-то лишнее уберете и будете с чистой душой работать и наслаждаться этим инструментом. Смотрите, никто же вам не запрещает после пандемии переснять историю, которая вам понравилась. У вас есть уже герои контакта. Просто звоните им и говорите, а я хочу в реальности снять эту историю, переделать в реальности. Она имеет потенциал быть рассказанной более широкой аудиторией и так далее. И снимаете. буллинг тот же. Можно еще вопрос? Конечно. А подождите, я озвучу вопрос, который появился в чате. Сергей, как вы нашли героев с необычными питомцами? Да и вообще, вопрос как ты ищешь? Ты ищешь героев? Это его мой вопрос. Это ваш вопрос? Нет, нет, в смысле, я тоже его хотела задать. Марин, да, ну, может, еще один есть, да, потому что Ольга в чате просто написала и бы чуть раньше. Да, я говорил об этом в самом начале, то есть, если это какие-то сложные социальные темы, то это, конечно же, НКОшки, да, в НКО, это не коммерческие организации, которые отвечают за ту или иную проблему, за тот или иной вопрос, ну, допустим, тот же буллинг, айджизм там и так далее. Буллинг не отказали в НКО в помощь, но это как бы единичный случай, не хотели травмировать детей дополнительно. В НКО обычно помогают, и там просто ищите, например, набираете в тоиск в языке НКО и ваша тема, и вам какой-то список выдает. Там просто работают энтузиасты, которым интересно сотрудничать с другими энтузиастами, фотографы тоже энтузиасты, и они вас накачают статистикой в НКО, они вам дадут информацию и героев тоже вам найдут. Если это не социальная тема, как тема с питомцами, допустим, то это все через группу ВКонтакте я искал. Там, например, любители мини-пигов, там, разводчики, ящерицы, там, разводчики пауков, там, змеи, там, и так далее. Вот. Сидел в этих группах, закидывал сообщения на стенки, в стенки писал, в личку администраторам писал, не поможете найти героев и так далее. Вот. То есть, два способа сейчас. НКО, социальные сети. Спасибо, Сергей и Марин. Может быть, у вас появился еще один вопрос, добавок к тому, который уже был озвучен. Пока нет, но очень интересно. Спасибо. И очень приятно, что так искренне человек делится вот такой вот полезной информацией. Да, Сергей этим отличается. Он готов делиться любой информацией, любыми секретами, на самом деле. не жмот, не прячется. Ну вот я подумала, было бы интересно узнать, а сами вы имеете сейчас такую практику, вот какую-то из тем сделать выставочным проектом? Вот наиболее вам показать, ну, понравившуюся, что ли, да? Снять уже ее как фотограф нормально, не онлайн, я это имею в виду. Ну, у меня есть такие темы, просто я, в общем, много работаю достаточно. У меня есть проект про женщин, перенесших рак груди, и вот будет ряд выставок, когда позволят коронавирус, он должен был быть раньше, но он будет чуть похоже. Также есть несколько других проектов, над которыми у меня вообще нон-стопом, ребят, я работаю очень много, мне просто нравится, я просто фанатик своего дела, и я 8 лет назад понял, что фотография у меня на всю жизнь, это просто моя любовь, и я просто много работаю, много проектов, да, и онлайн снимаю, и к выставкам готовлюсь, и, собственно говоря, еще что-то снимаю параллельно, как вот идет, 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 как по накатанной уже несколько лет, уже много лет достаточно. Не знаю, ответил я на ваши вопросы или нет? Да, Марина аплодисмент подделала реакцию, значит, ответил, да. Сереж, у меня вот такой вопрос, на самом деле, все мы знаем, как сложно, какие герои в других социальных темах, как сложно их уговорить на интервью, как сложно, а тем более, уговорить их сниматься. У тебя есть здесь какая-то шкатулка с секретами? Ой, ну, вообще, на самом деле, я думаю, что нет. Мне кажется, что если человек хочет, то он хочет, если нет, то нет. Вот, по моей практике, люди, которые, у них какая-то есть в них сомнение, потом это вам скажется не очень хорошо. Лучше сразу таких людей исключать. Понимаете, даже модули релиз, даже, которые подписываются перед съемками сложных социальных тем, это бумага, которая вам якобы дает гарантию какой-то защиты, что герой дает вам возможность публиковать его фотографии. Даже она вас не защитит потом. Вот герой, такой сомневающийся герой вам потом напишет и скажет, блин, я сейчас из окна выйду, если вы мою фотографию не удалите. И что, вот вы мне скажите, вы удалите или вы все-таки не удалите? Конечно, удалите. И поэтому лучше таких людей не снимать, в которых есть хоть доля сомнения. Не надо уговаривать. Правда. Даже те же люди в сложных жизненных ситуациях, они очень, ну, у них такая расшатанная психика. Она как пушинка подул и все, и началось. Зачем вам вот, вы начнете уговаривать человека, человек начнет переживать. Нет, не надо. Вы пишете абсолютно такое информативное сообщение. Здравствуйте, меня зовут Тотто. Я снимаю проект для того-то. Формат такой-то, интервью, там, 40 минут, плюс съемка полтора часа, онлайн, поэтому география не важна, никуда приезжать не надо. Смогли бы принять участие, было бы здорово, если бы вы приняли участие. Все, от вас больше ничего не требуется. Если человек начинает что-то там сомневаться, все, у вас будут проблемы, я вам гарантирую. Не надо. Не надо. Ну, будет в вашей истории не 8, а 6 героев. Она от этого хуже не станет. Спасибо. Сергей, есть ли еще вопросы к Сергею? Да. Сергей, скройте, пожалуйста, вот вы говорили о том, что вы сначала договаривались с созданием, а потом с каким-то там журналом, а потом уже снимаете историю. А если история не нашла никакого отпика у редакторов, у редактора, то получается, вы снимаете ли вы ее для себя, если вам эта тема интересна, и потом продолжаете ее предлагать? Или если она не получила отклика, то уже как бы, ну ладно, и все на этом? Ну, у меня очень много идей, просто если история не получила отклика, то я ее откладываю на потом. Я, например, ее откладываю на реальной съемке, например, я жду, когда коронавирус закончится, я смогу ее снять в реальности, допустим, вот, или, но на самом деле такое редко почему-то происходит, просто изданий это много достаточно, и предложить есть кому, и как-то, я просто учитываю формат издания, допустим, я не предлагаю буллинг National Geographic или вокруг света, я просто понимаю, что нафиг кому-то не надо, я учитываю, просто там, примерно знаю формат издания, в котором издание работает, я понимаю, что вот, допустим, этому изданию могу закинуть эту тему, и с какой-то долей вероятности она прокатит, допустим, просто есть опыт какой-то в этом набитый тоже синяками, вот, и нормально, как-то так. Спасибо. Не за что. Ну, Катя, вопрос был последний или у кого-то еще остались вопросы? Ну что ж, давайте тогда Сергея благодарить. Спасибо огромное. Пишут в чате Сергея, очень интересный рассказ об очень необычном подходе к съемке, вот, поэтому вот, да, вот смотри, опять появляются реакции с разными, кто-то тебя хлопает прямо здесь. Спасибо огромное, Сергей, еще раз за то, что ты согласился и был с нами, и был настолько открытым, как обычно с тобой происходит. Спасибо. Спасибо. Ждем еще новых каких-то встреч с вами. Очень здорово все было. Спасибо. Спасибо. Да, значит, будем организовывать новые встречи. Спасибо. Счастливо. Да, очень много идет. Спасибо, спасибо, Сергей, интересно и полезно. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok